всем привет вы на канале секреты вязания я сегодня буду разговаривать немножко потише потому что ребенок у меня спит и сегодня мы с вами будем вязать посмотрите какую красоту я постараюсь ее поднять показать вот на самом деле она не тяжелая не бойтесь я так сделала ой ой типа тяжело слушайте ну люлька получилось я не знаю как вам мне она очень нравится ее можно вот так за ручки поднимать вот так я надеюсь вам там видно в кадре все можно за дунышко я вам за дунышко под него покажу вот так внутри я положила плед на этот плед что мы с вами вязали уже был классику мастер-класс по нему есть на канале ссылку на плед тоже давайте оставлю внизу под видео чтобы кто не видел обязательно связаться и такой вот такая люлька со всех сторон покажу покручу вот такой капюшон три раза мучилась перевязывал этот капюшон не получался у меня все выворачивалась в общем подворачивалась все не туда куда надо потому что ну узор такой что ты ему сделаешь и пока я вязала вот этот капюшон мне пришла в голову хорошая мысль как сделать так чтобы узор вот так вот не крутился не выгибались вот эти стороны не туда куда надо и хорошо в общем то что я перевязывала так часто это пошло на пользу так сказать в общем вот такая большущая люлька длина ее по донышку 65 сантиметров а по ширине 35 слушайте но я никогда не вязала люлик вот первая моя люлька вот такая получилась надеюсь вам нравится мне она очень нравится но сегодня мы с вами и свяжем мастер-классе я все очень подробно показала рассказала ну каждый ряд особенно капюшон здесь нужно будет вам принципе или повторить и вязать что как я вязала или если хотите если будете вязать из другой пряжи если будете вязать две нитки они в одну вот я вязала в одну я знаю девочки вяжут две нитки но тогда вес люльки будет вас ох 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 еще побольше представьте если я использовала 3 мотка здесь пряжи то если две нитки это 6 мотков это тяжелее значит ну я плюс ребенок ну я лично советую вязать в одну нитку ручки получились достаточно такие нормально крепкие и такая люлька на мой взгляд очень практично больше знаете не для того чтобы ее где-то там носить в принципе можно с собой тоже взять вот так за ручки берешь и несешь или с мужем он за одну ручку вы за вторую но вообще она мне кажется более такая практична для дома а если знаете взять сделать какие-то длинные ремни вот пустить как-то там через донышко вот так и здесь такие кожаные натурально кожу лучше взять ну или хорошие кожа то высокие вот здесь ручки такие сделать чтобы можно было ее переноской знаете так использовать как люлька переноска на улицу а вообще для дома мне кажется такой вариант отличного так поставили на диван или где вы там не знаю какой комнате если чем-то занимаетесь и пока ребеночек спит лежит вот в такой люлечке возле вас и вы за ним смотрите и занимаетесь своими делами из той пряжи которую я использовала вот у меня остались остатки моточки вот такие это потому что каждый ряд на капюшоне нужно вязать отдельно и я же пока перевязывала сто раз ну не сто раз а три раза минимум то вот эти моточки пришлось мне распускать и я решила каждый ряд который распустила смотать моточки и так оставить но здесь видите вот раз два три 4 5 6 вот . 8 осталось получается пряжи на 8 рядочков для капюшона осталось совсем немножко осталось трех бобин значит за пряжу я вам мастер-классе рассказала за крючки за все за донышко где какое донышко в общем это все мастер-классе дальше есть такую люльку будет классно вместо пледика естественно это даже лучше конечно же вместо пледика положить маленький матрасик заказать можно такие матрасики под цвет вашей люльки тоненькую такой подушечку но для маленьких деток подушка не нужна им или беремку так складывают в общем подушки не нужны первые месяцы принципе то можно или тоненькую такую типа как подушечка сделать и матрасик вот сюда в такой люльке будет в общем ну замечательно будет еще под цвет подобрать вот если такая как у меня люлька можно например мятную мятный постель постельку мятную подобрать пошить или розовую если девочка или нежно-голубую или бежевую в общем на ваш вкус уже будете делать постельку для малыша смотрите вот здесь спереди можно из ткани а потом под цвет подобрать здесь красиво сделать такой банк а ткань плюс кружева тоже будет красиво можно как-то пришить внизу не внизу а где-то возле ручек где-то так кисточки из трикотажной пряжи так подвергла на каждой ручке или по одной я не делала кисточки я пока попозже может сделаю если захотите кисточки сделать то у меня есть отдельное видео как их делать я вам ссылки тоже оставлю в этом мастер-классе внизу под видео жмите кнопочку еще и там будут все все ссылки в общем такую люльку надо как-то и украсить сделать какой-то небольшой декор как по мне тогда она будет еще красивее в общем как работает ваша фантазия вот что вы придумаете как украшать такую люльку вот так и делайте я лично решила вот почему-то сделать светлую люльку ну не знаю мне нравится когда у деток все такое светлое знаете нежно если девочка нежно-розовое все такое нежно-желтенькое мятненькое голубое нежно все такое светлое-светлое белое бежевое люблю светлые оттенки для малышей потому что ну малыши как ангелы они такие маленькие такие ну как чистый лист на котором еще ничего не написано такие они чистые для меня поэтому я вот решила сделать светлую люльку а вы уже вяжите каким хотите цветом принципе вот ваш вкус можно еще под интерьер домашний подобрать цветовую гамму можно полосатую ее сделать можно вот эти линии которые вот мы там будем вязать дальше покажу что они вяжутся вот эти то можно и другим цветом сделать там розовую пустить и розы можно еще здесь пустить еще одну линию вот такую же вот точно такую же пониже в общем фантазируйте вот как я не знаю как придумаете этот мастер-класс по этой люльке это как база для вас будет а вы уже к этой базе уже добавляйте что-то свое свою какую-то такую изюминку что-то такое чтобы не повторяться чтобы у нас с вами была как бы одна и та же люлька да а вот у вас будет совсем другая ваша красивая люлька так поставлю себе на колени на минутку и что еще хочу сказать за такие люльки на мой взгляд это прекрасный подарок для мамы и будущего малыша вот если вы не знаете что подарить кому-то на выписку на там знаете есть такие встречи мамочек беременных там будущих baby shower вот на такие встречи и девчонок пожалуйста вяжите дарите друг другу вот такие подарки просто ну классный подарок вот взять такую люльку наполнить ее всякими нужностями одежду можно положить пледик связать сюда дополнительно какие-то масла крема первые дни жизни малыша там по уходу все можно подгузники сюда как-то красиво все сюда сложите цветы как-то поставить все вот так вот украсить банк перевязать и будет вам вот крутейший подарок вот на baby shower если вы кому-то идете угостить поэтому если у вас нет идей каких-то новых то вот вам пожалуйста берите и вяжите такие люльки на подарки а он уже вырос такой люльки уже никак он уже играет и ему так нравится бы я оставлю ее где-то там на кресло на диван он берет свои игрушки вот они вот они сейчас достану это его любимые игрушки это кот белый обезьянка и барашек вот это он них берет сюда укладывает и они здесь спят кстати вот же что хотела сказать чтобы не забыть вот эти дунышки деревянные это же я взяла большое дунышко а вообще можно взять поменьше там есть у одно для корзин у них есть магазин такой у них есть поменьше размер тех дунышек слушайте и можно сказать вот такую люльку только как бы ну как игрушку люлька как игрушка поняли да если вас девочка например то можете связать и такую люльку и она будет играть со своими игрушками туда их будет укладывать свои куклу будет туда укладывать в общем вы поняли да вот такое дунышко замечательно подойдет для того чтобы создать такую игрушку люльку кстати ручки вот я ручки решила вылезать а можно сделать ручки из кожи тоже прикрепить покупаете такие полоски они сантиметров может 40 где-то будет может 30-40 вот так и сюда вот так раз и два здесь нужно будет просто ровно сделать а пришить нужно будет где-то ну пониже вот здесь одну и вторую вот так вот так клац клац и здесь будет ручка и будет замечательно на мой взгляд если хотите не вязаные ручки а какие-то из натуральных материалов кожи там такое пока я взяла эту люльку многие спрашивали у меня а выдержит ли дно вообще но выдерживать детей знаете дно толстое и арону уже ему от полтора года я его посадила и даже поднимала люльку и нормально выдерживать ничего не трещит выдерживать так что если вы боитесь что вы свяжете такую люльку и получите до ребенка и она треснет нового то нет не бойтесь она крепкая также знаете что еще я подумала что если вязать вот такие люльку но уже это не люлька будет а без капюшона если вязать он видите такой немножко подвижный кстати если вязать без этой штуки без капюшона то будет у вас как кроватка для домашнего какого-то животного если у вас есть кот или собака пожалуйста свяжите туда подушку ему киньте и вы себе спокойно спать вот и для кота принципе можно и с капюшоном сделать а можно сделать я еще фантазировала думаю как же для кота сделать можно здесь оставить ну как вход сантиметров вот сколько будет 20 вот так оставить место и просто вязать например отсюда начинать круг сюда потом разворот и вяжем в обратную сторону надо надо другой узор может подобрать или также вязать туда-сюда как капюшон и оставить здесь как вход как двери ну оно не будет закрываться нету никаких тут просто вход для того чтобы кот мог войти или можно не делать вот этот вход для зверей а он будет просто перепрыгивать да и все еще такой важный момент все спрашивают конечно же всех это интересует как ухаживать за такими изделиями ну как как ее стирать в машину уже не влезет естественно а можно использовать я так подумала можно пена есть специальная пена там для чистки можно так все запенить щеточка почухать и будет все чистое а можно сдать химчистку они там как-то почистят а можно перевернуть ее сейчас давайте просто перевернуть если до ума хотите почистить как-то вот так вот перевернуть и намочить только ткань ну хлопок а дерево стараться как-то не мочить или вес аккуратного потому что мы по-любому здесь там окнита но здесь связано и как-то намылить хорошо почистить почухать и смыть водой промыть прополоскать в общем я думала над этим как ухаживать за такими изделиями конечно же может быть нужно какое-то видео снять об этом потому что это самый часто задаваемый вопрос от вас как стирать то корзинки то эти самые то большие корзинки то коврики то подушки из трикотажной пряжи вот а если вы уже стирали такую люльку у вас может уже у кого-то есть такая то напишите как вы за ней ухаживаете это мне тоже очень интересно она же большая это не коврик который можно засунуть в машинку постирать все в общем я уже что-то много говорю слишком давайте уже начинать вязать и подписывайтесь на мой канал и в инстаграме я напишу под видео как меня можно найти если будут вопросы какие-то по люльке пишите обязательно комментарии сюда под видео на фотографиях своих люлек отмечайте меня чтобы я могла видеть что вы связали и лучше ваша работа буду выставлять у себя в профиле но самая классная фотография этих люлек если ничего не забыла вам сказать в общем все свои мысли я по поводу люльки рассказала мне понравилось в общем ее вязать и я думаю вам тоже понравится и вы тоже ни одну свяжете люльку если кто-то из вас тоже еще ни разу не вязал такие изделия вообще из трикотажной пряжи слушайте ну тут не сложно вязать вообще я все показываю рассказываю я думаю вы справитесь сто процентов и не бойтесь если вы там боитесь то вот я например последнее время делаю то что я чего я боюсь я заставляю себя сделать то что я боюсь и страх уходит поэтому если вы боитесь связать такую люльку почему тут бойчо тут бояться я не пойму в общем берете вяжите и присылайте мне фотку и ваш страх сто процентов улетучиться куда-то исчезнет все давайте вязать хватит болтать потому что болтать можно часами для вязания такой большой люльки нам понадобится донышко деревянное пряжа у меня в этот раз пряжа так так крючок номер 6 обычный такой металлический и ножнички донышко у меня широкая 35 сантиметров видите в ширину и 65 сантиметров вот по длине вот такое оно большое толщина такого донышка 6 миллиметров она достаточно прочное крепкое такое в общем отлично подойдет для нашей люльки я вам внизу вот здесь вот напишу профиль название профиля в инстаграме где можно купить вот такие классные донышки они там бывают вообще самых разных размеров и форм очень большой ассортимент и профиль называется дно для корзин и также все ссылки на соцсети смотрите внизу под этим мастер-классом нажимаете кнопочку еще и там будет ссылка на группу вконтакте ссылка на этот профиль в инстаграм и также под видео будет указан промокод пользуйтесь пожалуйста этим промокодом я его вот здесь вот вам напишу и получаете скидку пять процентов при покупке любых донышек вдруг если у вас возникнут какие то вопросы по поводу доставки вот таких донышек в вашу страну по поводу того сколько она стоит вообще какие цены то я вам напишу также почту внизу под мастер-классом куда вы можете написать и задать все интересующие вас вопросы снова мы с вами будем вязать из вот этой пряжи тэк тэк помните мы уже вязали из такой пряжи подушки и также я делала очень подробные обзоры на эту пряжу на разную пряжу ссылки на эти видео обзоры оставлю вам внизу под мастер-классом в этот раз я взяла вот такой светлый цвет видите вот с такими серенькими полосочками видите и смайлики везде смайлики 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 в общем цвет я подобрала такой нейтральный который подойдет как для мальчиков так и для девочек и в составе этой пряжи стопроцентный хлопок такую пряжу можно купить в магазине бабинка комьюа ссылочки опять же я все оставлю внизу под видео на этот сайт ссылки на их соц сети в инстаграм также вот на экране напишу название бабинка комьюа обязательно подписывайтесь в общем нажимайте кнопочку еще под видео и смотрите всю информацию я уже рассказывала не раз в обзорах этой пряжи что при покупке в магазине бабинка комьюа нужно указывать какой состав пряжи вы хотите хлопок с эластаном или стопроцентный хлопок я например заказала стопроцентный хлопок потому что нужно чтобы а стенки нашей люльки вот хорошо держали форму и например если будет составе много эластана то такая пряжа думаю не подойдет лучше брать стопроцентный хлопок если же будете вязать и какое-то другое изделие из такой пряжи то обязательно спрашивать в магазине вот говорите советуйтесь с продавцом пускай вам посоветуют что лучше взять на то или иное изделие начинать вязание можно с любой стороны донышка или с этой стороны или с правой стороны давайте развернем и начнем вот здесь с этого места свою пряжу магазин бабинка всегда тщательно упаковывает вот в таком виде получаю я всегда эту пряжу я не переживаю что с пряжи может что-то случиться потому что она хорошо упакована и приходит всегда в целости и сохранности также на этом сайте бабинка комьюэй продается пряжа не только а первичного производства а и вторичка ну как так говорят на нее вторичка так что когда будете покупать спрашивайте какую вы покупаете пряжу какая вам нужна для какого изделия плюс к этой пряже много идет фурнитуры разных аксессуаров заходите в общем на сайт и смотрите там всего-всего очень много за счет хочу вам еще показать вот еще одна бабинка у меня поменьше я уже тренировалась вязать люльку смотрите вот эта пряжа так так она считается вторичкой и вот что бывает в этой пряжи видите вот такие вот узелки вот я вязала мне попался один принципе в этих узелках нету ничего страшного просто вырезается накладывается и вяжется дальше или просто связывается и вяжется дальше и таких узелков на одну бабинку может быть ну 1 2 а может вообще их не быть может вообще быть пряжа ровно идеально как будто бы первичка также бывает что пряжа может быть чуть шире в некоторых местах то есть например здесь идет идет такой ширины а дальше чуть-чуть идет шире потом опять сужается такое тоже бывает очень редко компенсируется тем что здесь много метров пряжи бывает 130 метров а бывает и 150 метров так за это вам сказала еще раз напомню вам обязательно магазине спрашивайте из какого материала изготовлена пряжа что это за ткань какой составу ткани потому что характеристика пряжи у каждого оттенка разная даже на сайте зайдите почитайте указан разный состав пряжи выбирайте нужные вам бобинки моточки фурнитуру крючочки спицы и так далее и все это покупайте на сайте bobingo.com.ua промокодом обязательно с промокодом ирина акман вот здесь вам напишу когда вы будете указывать этот промокод при покупке можете написать его в комментариях то магазин будет вам давать скидку 5 процентов на весь ассортимент представляете здесь четное количество дырочек поэтому нету центральной дырочки с которой можно было бы начать вязание поэтому берем и начинаем с любой куда хотите туда вводите ваш крючок оставим небольшой кончик пряжи так ввожу вот так цепляем нитку вводим сюда вяжем одну воздушную петлю и еще одну две воздушные петли вот так и за хвостик подтягиваем чтобы здесь не сильно было все вытянуто она в принципе когда мы будем вязать немножко может вытянуться но конца ряда мы все поправим и дальше в каждую дырочку вяжем по столбику без накида видите я как бы поднимаю эту пряжу чуть-чуть наверх чтобы полотно когда мы вяжем стенку эта же стенка поднималась вверх видите получается что она как бы немножко лежит у нас но все равно вот если вот так его приподнять то она будет как стеночка стоять и вот так мы обвязываем все донышко по кругу до конца ряда вот мы довязываем этот ряд до конца вот так вот этот хвостик возьмем и подтянем вот так немножко подтянем чтобы петля нижняя была поменьше вот так вытягиваем вот эту петлю где крючок у нас вот эту немножко делаем его побольше давайте вот так вводим крючочек вот сюда в косичку верхнюю вот так во вторую воздушную петлю который мы вязали цепляем эту петлю потом мы оставили и протягиваем петлю туда вот так и вот так просто подтягиваем посильнее и рабочую нитку подтянули вот так и эту петлю что мы будем делать если вдруг попадется узелок вот как у меня сейчас видите мы берем ножнички обрезаем узел вырезаем его справа и слева обрезаем дальше провязываем этой же ниткой вот которую уже обрезали еще один столбик в раскол но не довязываем его до конца то есть оставляем петлю берем следующую нитку оставляем тоже хвостик прикрепляемся и протягиваем через две петли все кончики мы будем прятать в конце работы теперь крючок вынимаем из петли вводим крючок вот сюда в дырку хватаем рабочую нитку сюда затягиваем вытягиваем это вот такую петлю как высота столбика в раскол вот такая цепляем вот эту петлю которую мы оставили вот так и протягиваем ее через эту петлю готово дальше вяжем следующий ряд вводим крючок вот сюда не под вершинку столбика без накида а в раскол вяжем столбики в раскол у меня на канале есть отдельное видео как вяжется столбики в раскол там очень очень подробно все рассказано и показано посмотрите обязательно ссылочка будет внизу под этим мастер-классом и вот мы вяжем вот таким образом столбики в раскол видите как я вижу вот сюда вкалываем вот сюда где дерево прямо здесь вот вот сюда и вводим крючок раскалываем как бы столбик без накида напополам крючок должен войти четко по центру чтобы и справа и слева было одинаковое количество нитей в общем посмотрите это видео об этих столбиках и будете все знать таким образом провязываем этот второй ряд столбиком без накида в раскол до конца тоже возможно немножко будет тяжеловато вязаться туговато но ничего мы же сильные мы справимся вот мы с вами довязали второй ряд сейчас я довезу еще вот этот столбик последний в раскол вот так и теперь соединяем начало конец ряда 5 вытягиваем петельку делаем ее в 2 раза больше достаточно этого вводим крючок вот сюда с изнанки на лицо вот так видите эту петлю вешаю на крючок и вот так руками прям веду и протягиваю туда внутрь вот так очень туго затягиваем все и рабочую нитку немного еще вот так протягиваем дальше крючок теперь вот сюда вводим сюда же только не с этой стороны не с изнаночной а с лицевой калываем хватаем рабочую нитку вытягиваем сюда вытягиваем петлю высотой как у нас столбики вот такие вот в раскол точно такой же высоты вот посмотрели так на глаз нормально теперь берем эту петлю вешаем ее на крючок и протягиваем через вот эту петлю вот так готова вот таким образом как мы только что вот сделали соединили начало и конец ряда мы будем делать соединение в каждом ряду поэтому я не буду вам постоянно показывать как это делать в каждом ряду вот так вот запомните это самый лучший вариант для такого узора ну вот мы провязали с вами два ряда смотрите что я сделала уже положила линейку чтобы было просто линия ориентир от которой вот ровная часть до дерева вот здесь как будто бы на капюшон да нашли две точки центральные вот они видите вот эти две точки вот они видите простым карандашом я здесь вот нарисовала такие два кружочки чтобы я их видел всегда и не искала постоянно и вот этих двух центральных дырочек отступаем в левую сторону раз два две дырочки и ставим два плюсика ну можете не ставить можете как-то маркер повесить я поставила здесь два плюсика это значит что здесь в этих двух столбиках мы сделаем по одной прибавки с этой стороны так же самое видите правую сторону 1 2 дырочку пропускаем прибавка прибавка дальше опять в правую сторону дальше считаем 1 2 3 4 дырочки пропускаем снова 1 2 прибавка и в левую сторону аналогично вот смотрите вот два плюсика было так и вот считаем 1 2 3 4 дырочки пропускаем 1 2 2 прибавочки сделаем для чего эти прибавки делать спросите меня вы для того что когда я вязала уже вязала люльку перед тем как снимать мастер-класс я же пробую всегда варианты как лучше связать как лучше положить узор посадить все так далее чтобы вам уже рассказать как правильно как хорошо сделать первого раза в общем я вязала и когда вяжешь просто без прибавок то с этой стороны именно вот где вот поворот вот этот вот вот это полотно все может я сильно туго конечно вижу но стараюсь не сильно туго но получается плотненько хорошо но она вот так наклоняется видите вот она будет вот так лежать я все распустила к сожалению не могу вам показать вот так просто но лежит вот не ровно стоит вот вверх а под наклоном идет поэтому а я подумала что лучше сделать несколько прибавочек и тогда полотно будет хорошо стоять ровненько вверх вертикально если у вас когда вы вяжете полотно вот таким образом не наклоняется может быть у вас другая пряжа немножко толще может быть вы вяжете в две нитки например и толще крючок у вас там десятка девятка тогда полотно может ложиться по другому поэтому не обязательно делать прибавки вот в этом случае когда вот наклоняется вот так вот вперед вот в этом месте люльки и ну естественно с другой стороны да с этой стороны тоже самое делается то я подумал что лучше сделать прибавку а вы уже смотрите если вас наклоняется прибавки делаем если у вас все ровно поднимается вертикально красивой стенки прибавки не нужно делать и так вяжем третий ряд и в этом третьем ряду мы сделаем прибавки в этих местах где вам показывал где нарисованы плюсики вот центральные дырочки мы их не трогаем здесь прибавки делать не будем вот плюсики мы отступили от центральной левой две дырочки вот центральной отступаем 1 2 и в этой и в этой дырочки в этих двух столбиках вернее да в них мы будем делать прибавки завязываем до этих столбиков и вот я провязала столбик один вот крестик значит здесь же делать нужно прибавку провязываем опять в нижний столбик еще один столбик в раскол вот так дальше в соседней также провязываем два столбика в раскол все видите по 2 1 2 1 2 а дальше вяжем по одному столбику в каждый нижний столбик довязали до следующих дырочек где должны быть прибавки вот крестики и в эти два столбика провязываем по два столбика в раскол с другой стороны люльки делаем аналогично прибавочки здесь здесь нарисуйте крестики или повесите маркеры где нужно сделать прибавки и вяжем вяжем вот так вот этот ряд здесь нужно будет сделать прибавки здесь довязываем третий ряд соединяем начало и конец ряда и этот ряд будет готов таким образом у нас увеличится немножко количество столбиков без накида в раскол именно в третьем рядочке мы только делаем прибавки а дальше 4 ряд 5 и так далее будем вязать без прибавок просто по рисунку столбиками в раскол ну вот провязали мы с вами 12 рядов в высоту сейчас соединим начало и конец 12 ряда и теперь будем вывязывать ручки вот так вот я поставила люльку на пол и нужно определить где у нас будут ручки вот здесь я повесила маркеры для одной ручки с одной стороны и на противоположной стороне тоже повесила два маркера вы уже самостоятельно визуально вот так развести маркеры чтобы ручка была примерно вот напротив вот видите друг напротив дружки вот они у меня вот так расположены просто визуально повесите маркеры для ручек там где вы считаете должны быть ваши ручки и теперь продолжаем вязать этим же узором до вот той точечки где у нас начинается ручка первая вот я довязала до того места где у нас будет ручка и пропускать нам нужно 7 столбиков в раскол мы вяжем воздушные петли 1 2 очень плотно вяжите 3 4 5 6 7 теперь пропускаем 7 столбиков в раскол 1 2 3 4 5 6 7 и восьмой аж вводим крючок и провязываем столбик вот так все дальше продолжаем вязать этим же узором до следующей ручки и с этой стороны вяжем ручку аналогично и довязываем этот ряд до конца навязали этот ряд соединили начало и конец ряда и вяжем дальше до нашей ручки теперь под вот эту ручку мы будем провязывать столбики без накида просто так берем вводим крючок сюда цепляем нитку и провязываем столбик без накида столбики старайтесь вязать как можно туже и поближе друг к другу вот так видите чтобы они прям рядышком рядышком были если не получается провязывать так чтобы они были рядышком то берите и вручную вот так вот друг к другу их прижимать и подталкивайте провязали 13 столбиков видите какое получилось плотненькое у нас такое вязаное полотно наша ручка и дальше переходим на вязание узора вот вводим крючок в столбик в раскол и вяжем дальше до следующей ручки другой стороны обязываем ручку аналогично все готово и если бы мы здесь провязывали 7 столбиков без накида то есть такое же количество как мы провязывали воздушных петель 7 воздушных петель да то ручка была бы не такая плотно не такая крепкая поэтому я провязывать советую больше здесь столбиков и дальше вяжем по рисунку до конца ряда вот я довязываю этот ряд и теперь смотрите соединяем начало и конец ряда в этом рядочке по-другому просто берем вводим крючок сюда цепляем нитку и протягиваем через петлю вот так видите все дальше сделаем еще один заключительный ряд по краю люльки вытягиваем немножко петлю видите вот такая она у меня крючок очень свободно проходит и обязываем вводим вот сюда под две вот эти дужечки в вершинку столбика вот так раз цепляем нитку вытягиваем и через петлю протягиваем готово видите опять немножко вытягиваем чтобы была петля свободная если она будет короткая то когда мы обвяжем всю люльку то край обязанный край последнего ряда он будет стягивать люльку поэтому нужно делать петельку побольше немножко посвободней опять ввожу так видите здесь я вытягиваю хорошо петельку и здесь вот так раз опять чуть-чуть буквально вытягиваю вот так раз довязываем до ручки и теперь там где у нас ручка можно провязывать вот такие петли через одну вершинку видите петелька длинная а столбики здесь у нас очень близко друг к другу сидят поэтому мы будем пропускать одну вершинку и в следующую вкалывать крючок вот так вытягиваем соединительная петля снова смотрите пропускаем эту вершинку вот сюда я не ввожу а вожу дальше еще немножко выйти так вот сюда ввожу раз вытягиваем вот так соединительная петля снова одно пропускаем в следующую вожу готово если посмотреть сверху то уже видно разница видите здесь получается немножко толще край где мы уже обвязали с вами а здесь он немножко потоньше видите очень хорошо видно разницу и вот такой толстенький край как по мне намного красивее смотрится обязываем таким образом весь этот ряд до конца а на второй ручке обвязку тоже делаем через одну вершинку пропуская один столбик связываем уже ряд до конца наконец-то длинные ряды такие получаются так смотрите вставляем петельку вот так и обрезаем нитку вставляем хвостик теперь же нужно соединить начало и конец ряда вот последняя соединительная петля нас было там так теперь вкалываем крючок вот сюда в следующую косичку вот сюда уже видите вот сюда вот вот так насквозь ниточку вытягиваем и через эту петлю вот так прям вытягиваем петлю кончик нити прям достаем вот так видите и затягиваем потуже вот так хвостик ниточки мы выведем на изнаночную сторону с изнанки крючок ввожу вот так цепляю и прячем туда его все затягиваем посмотрите какой получился хороший плотненький край а вот этот край мы же здесь воздушные петли поднимали он получился не обязан видите он получился тонкий как здесь раньше да предлагаю его тоже укрепить сделать таким по плотнее и для этого мы с вами вот где-то возле ручки давайте начнем вязать оставим хвостик вкалываем смотрите куда вкалываем а вот раз два три третий ряд сверху столбиков в раскол вот он вот сюда давайте где-то вот так вкалываем цепляем нитку и выводим готово хвостик оставляйте здесь сантиметров 10 не жалейте дальше смотрите вкалываем вот сюда во внутрь следующего столбика в раскол хватаем нитку вот так и делаем все то же самое как здесь вязали то же самое здесь вытягиваем петельку немножко и смотрите в этом месте обвязываем аналогично как и здесь вверху вот сюда видите вот вводим крючок цепляем нитку и провязываем вот так так вытягиваем петельку в следующую вершинку вот сюда видите вот видно вам думаю да видите куда ввожу хватаем нитку и провязываем вот так здесь мы не пропускаем как здесь одну вершинку а в каждую вкалываем крючок видите вот так дальше идут столбики в раскол будем вводить вот раз два третий ряд сверху крючок вкалываем и обвязываем и таким образом мы будем вязать по кругу до конца на другой ручке обязываем аналогично все и благодаря такой обязки мы не только немножко укрепляем здесь в этом месте ручку вот в этом месте да а в итоге у нас получается вот такая красивая декоративная линия если у вас люлька двуцветная не такая как у меня однотонная то можно вот эту линию провязать другим цветом будет очень красиво завязываем ряд этот так и последнюю сейчас нужно провязать соединительную петлю и закончить так оставляем здесь петельку немножко вытягиваем обрезаем ниточку вставляем видите много оставляю пряжи дальше вводим крючок сюда цепляем эту рабочую нитку вытягиваем ее протягиваем через петлю и вытягиваем хвостик вот так теперь вводим крючок с изнаночной стороны на лицевую вот в эту косичку видите вот она следующая только нужно крючок вести с изнанки вот так цепляем нитку и вытягиваем ее туда наизнанку подтягиваем хорошо и все готово теперь мы с вами будем вязать капюшон в нашей люльке и нам понадобится еще одна бобинка пряжи видите еще беру одну третью потому что это уже почти закончилась если бы мы люльку вязали в две нитки я видела вяжу девочки почему-то в две нитки крючком номер десять это получается что люлька такая будет в два раза тяжелее потому что в два раза больше пряжи уйдет если вы будете вязать тоже в две нитки то вам понадобится ну 6 бобин вот таких вот и это с условием что вы будете использовать деревянное донышко если же вы захотите дно еще вязать не деревянные будете использовать а вязные то вам понадобится еще больше пряжи думаю еще два мотка, если будете вязать в две нитки, чтобы дно было такое хорошее, плотное. Но знаете, я все-таки советую вязать с деревянным донышком, потому что вязаное дно будет провисать. Особенно под весом ребенка. Ну, килограмм 5 ребенок весит, ну, до 5, вы будете, когда пользоваться люлькой, от 3 и выше, да, вес ребенка, от 3 килограмм. Новорожденные там 3 с чем-то, а уже чуть постарше, месяц-два, когда ребеночку, то он уже больше весит. И лучше, когда деревянное донышко, оно ровное, хорошо держит вес, провисать 100% не будет. Лично я советую использовать деревянное донышко. Итак, мы приступаем к вязанию капюшона. С этой стороны, да, мы будем делать капюшон не на той стороне, где шов, а на противоположной. И с этой стороны, вот с правой, то есть, если этой стороной люлька стоит к нам, поворачиваем. Вот наша первая ручка, да, вот она. Перед тем, как вязать капюшон, я хочу вам рассказать маленький секретик. Значит, смотрите, когда мы вяжем обычные столбики в раскол, то мы просто вкалываем крючок. Вот я вам ссылку на видео оставлю, то, где нужно посмотреть, как вяжутся эти столбики в раскол. И мы с изнаночной стороны, видите, вкалываем так крючок, что и справа ниточка получается от крючка, видите, и слева, вот она, видите, вот. Как бы раскалываем напополам, на две части, да, этот столбик. Но, это мы так раскалываем, когда вяжем постоянно по кругу, по кругу, по кругу эти столбики в раскол. Когда вяжем корзинки, да, мы вот постоянно, мы же с вами вяжем корзинки именно этим узором часто. А вот когда мы вяжем постоянно в одну сторону, то есть начинаем здесь, заканчиваем с другой стороны, то есть вяжем как бы тоже по кругу, только круга у нас такого, как обычно, как мы привыкли, нету. А мы начинаем здесь, заканчиваем там, начинаем здесь, заканчиваем там, и так будем делать постоянно. И нужно крючок в таком случае, чтобы столбики стояли более ровно, они наклонялись вот так вот сильно, потом вот дальше наклоняются, наклоняются, нет, Чтобы не было этого угла, чтобы он шел вверх, по прямой, вот так, друг напротив дружка более-менее, нужно вводить крючок, вот смотрите как, вот сюда на правую сторону, так, хоп, ввели. И вот эти две ножки, вот они, вот эти две, оказываются слева от крючка, видите. Вот смотрите, сейчас сцепляем нитку и провязываем столбик в раскол. Вот так. В следующий я ввожу и направление крючка делаю чуть-чуть вправо, так, оп, видите, вот, 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 показываю, вот, видите, ножки две вороты, раз, и вторая, они слева от крючка, слева. И цепляю нитку, вот так, и столбик в раскол, опять, в следующий, направляем крючок чуть-чуть вправо, раз. А ну, смотрим, попало, не попало, попало, видите, вот две ножки, я их не расколола напополам, как обычно, вот так, нет, а правее чуть-чуть ввела, вот так. И столбик провязываем в раскол. И в каждом же ряду, когда мы присоединяем нитку, вводим крючок как бы в раскол, столбик как бы в центр, да, но здесь пускаем направо, хоп, видите, правее, чтобы вот эти две дужки были слева от крючка. И тогда присоединяем нитку. Вот мы провязали воздушную петлю, как обычно, и потом второй столбик в раскол провязываем аналогично. Вводим крючок не вот так вот, а чуть правее вот этой дужки, вот сюда, и выводим. Вот так провязывайте всегда, в начале каждого ряда. Все, надеюсь, я вам понятно объяснила, много наговорила, конечно, извините уж. И вот так вот будем вязать капюшон в каждом ряду. Смотрите, возле ручки вот идут наши вершинки столбиков, видите, вот в вершинку, вот в эту, например, да, вкалываем крючок. Посмотрите, вот у меня маркер, это самый первый столбик в раскол, и получается я вколола крючок, отступив на один столбик влево и поднялись вверх. Вот сюда, в вершинку вот этого второго столбика, видите. Присоединяем нитку. В начале каждого ряда мы будем провязывать одну воздушную петлю, вот так. И следующий столбик в раскол провязываем, вкалывая крючок вот сюда же. Вот сюда же, да, в эту же вершинку, куда мы присоединялись. Вот так провязываем столбик без накида. Следующий, под следующую вершину, вот она. Под следующую косичку, видите. Не перепутайте, вот это косички, это декоративная наша такая косичка, а в вершинке у нас, если вот так смотреть, если наклоняем, то вот они. Так, и вяжем столбики без накида в этом ряду. Вяжем таким образом до второй ручки. С этой стороны я сделала аналогично. Видите, маркер повесила в вершинку того столбика, вот, который правее от первого. Вот первый, поверну вам поближе, вот показываю. Смотрите, ручка вот закончилась здесь. Отступаем на один вправо, поднимаемся вверх, и вот его вершина, вот напротив него. Маркер уберу, провязываем последний столбик без накида нашего капюшона. В конце каждого ряда вот у нас будет оставаться такая петля, нитку вот я обрезала, и мы просто берем, вытягиваем эту нитку вот так. Дальше мы разворачиваем корзинку, поворачиваем на эту сторону, и вот сюда в первый столбик мы прикрепляем эту пряжу. Так мы будем делать в каждом ряду, вот так прикреплять будем, как сейчас я покажу. Вводим крючок внутрь столбика, не в вершинку, под косичку, нет, а вот как в раскол, вяжем вот сюда, внутрь столбика, хватаем нитку и оставляем хвостик небольшой, ну такой сантиметров 10 хватит. Цепляем, вытягиваем петлю, дальше вяжем одну воздушную петлю, вот так. И еще раз в этот же столбик сюда же, куда мы прикреплялись, провязываем столбик в раскол. Первый. Вот так, видите, что получается у нас, вот такое вот получается. Дальше вяжем столбики в раскол, то в следующей ручке. В конце ряда, в принципе, делаем все то же самое, как и в предыдущем ряду. Провязываем последний столбик в раскол, вот так. Обрезаем хвост, вытягиваем петлю, вот так все, затягиваем чуть-чуть, вот так подтянули, все. Таким образом провязываем следующий третий ряд и четвертый ряд, аналогично. Ну вот, я уже начала вязать пятый ряд, вяжем столбики в раскол с секретиком, да, вводим крючок чуть-чуть правее, как я вам показывала вначале. И смотрите, в этом ряду, в пятом ряду, нужно делать убавки уже, скруглять капюшон. Я, чтобы высчитать вот эти убавки, как делать, я капюшон распускала уже раза три, перевязывала, и сейчас я вам покажу уже, к чему я пришла. В общем, вы свяжете капюшон, я надеюсь, у вас тоже он получится такой округлый, как у меня, красивый. И если у вас что-то не получится, что-то как-то получится не так, то тогда вам нужно будет где-то, ну, может, убавочки чуть-чуть там, плюс-минус, меньше-больше сделать. Вы уже посмотрите. Но я думаю, у вас получится все аналогично, так же, как и у меня. Просто если у вас будет другая плотность вязания, если вы там очень плотно вяжете, или вы вяжете в две нитки, то, мне кажется, нужно будет пересчитывать. Все-таки по этому мастер-классу такой капюшон получится именно в одну нитку. Итак, я провязала 4 столбика, вот эти с секретиком. Теперь 1 столбик мы нижний пропускаем, мы в него не будем вязать следующий столбик. И через 1, сюда не вводим, а сюда, в следующий, вводим крючок, вяжем столбик. И теперь вяжем опять 4 столбика. И 4. Опа! Ботова. И снова 1 пропускаем. И делаем убавку. Когда делаем убавку, всегда на крючке делайте петельку чуть-чуть меньше, чтобы между столбиками не получалась дырка. Вот так вытягиваем. Вот, видите, если сделать эту петельку большую, то тут будет, видите, большая дырка. Сейчас она небольшая, и потом ее особо видно не будет. Вот, видите. А если петлю делать вот эту еще больше, то будет дырка большая. Снова вяжем 3 столбика. Дальше. И опять будем делать убавку. Мы с вами 4 раза в этом ряду через 4 столбика сделали убавку. Вот, 1, 2, 3, 4, убавка. А по центру, вот здесь вот, оставляем 7 столбиков в раскол провязываем. И аж потом, вот сейчас я буду делать убавку. После 7 столбиков. Вот так. Дальше снова вяжем 4, 4, 4, 4. Через 4 делаем убавки. Я вам на экране в каждом ряду, который мы будем вязать, распишу. Вот, например, в этот ряд я распишу так. 4, буква У. 4, буква У. Запятая, да? 4, это 4 столбика. У, это означает убавка. Так, я думаю, проще вам будет со мной провязывать каждый ряд. В общем, довязываем 5 ряд до конца, так как я расписала. И 6 ряд вяжем просто, просто вот начинаем вязать и провязываем его от и до без убавок. Убавок в 6 ряду мы не делаем. Кстати, вот я пока вяжу 6 ряд, я же вспомнила, что я вам не сказала. У меня на капюшон ушло 47 столбиков. То есть в каждом ряду, вот в первом, втором, третьем и четвертом мы с вами провязываем 47 столбиков. Если у вас там будет, ну, например, 48 или 49 столбиков, то это не страшно. Вы просто можете там чуть-чуть как-то регулировать эти убавки. Например, в начале провязывать не 4, а 5. И в конце по 5, если у вас там 49 столбиков. Понимаете? Если на 2 столбика больше. В общем, будете уже как-то смотреть. В тетрадке себе распишите, как лучше вам уже сделать убавки с вашим количеством столбиков на капюшоне. Вот смотрите, я почти довязала до конца 6 ряд. И у меня хорошо очень, видите, стоят стенки этого капюшона. Когда я вязала столбики в раскол обычно, ну, как обычно все вяжут, и я вяжу, когда корзинки вяжу, просто вкалываю, и рассоединяем эту ножку напополам справа ниточкой слева и провязываем. То тогда, знаете, что у меня было? Я перевязывала несколько раз же этот капюшон. У меня вот эта стенка наклонялась вот так. Вот сама по себе она у меня вот так лежала. Это я сейчас ее надавила, она лежит. А то я ее вообще не трогала, вообще к ней не прикасалась, а она сама по себе, ну, вот так вот она лежала. И это был для меня ужас. А с этой стороны, знаете, как было? С этой стороны наоборот. Вот так было. Оно выгибалось в эту сторону. И меня это очень-очень-очень расстроило, когда я вязала эту люльку, этот капюшон, не могла его связать ровно никак. И тогда мне пришло в голову вот эта вот, вот эта фишка изменить направление нити при вязании вот этого столбика в раскол. Калывать чуть-чуть правее крючок. И только тогда, когда я попробовала вязать именно вот так, как я вам сейчас вот раскрыла этот секретик, только тогда капюшон стал ровный. Наконец-то он стоит ровно. Вообще, эту фишку, что крючок нужно чуть правее вводить, я нигде никогда раньше не встречала. Представляете, вот это вот пока я вязала люльку, вот так вот сообразили мои мозги изменить направление нити этой. Не, ну вы представляете, я так рада. Вообще, знаете, вот те зрители, которые любят посмотреть сначала мастер-класс от начала до конца, ну, чтобы подготовиться, там нитки купить, узнать, сколько им надо пряжи, какой номер крючка. Вот есть такие люди, сначала смотрят мастер-класс, потом вяжут. Так вот, если вы сначала смотрите, а потом вяжете, то я даже советую вам взять и связать прям всю люльку вот так вот, с этим секретиком. По сути-то, если вы свяжете просто столбиками в раскол, вот не из корзины, то тоже все будет хорошо, нормально, в принципе, как обычная корзинка там или что, нормально все держит форму. Но, если вы свяжете вот так, вот как сверху, с этим секретиком, то корзинка будет, ой, люлька будет, люлька будет, вот стенка будет еще плотнее, короче, она будет еще лучше стоять. И столбики будут, вот, вот видите, они прям ровно друг над другом, видите, ровно, ровно. Если здесь даже, вот я вижу, видите, идет чуть-чуть под углом, вот видите, чуть-чуть идут наискось, то здесь будет ровно. Так что, вот сразу вяжите вот так, сразу советую вам. Ну, а я уже всю корзину перевязывать не буду, ну, это надо очень много мне сил еще потратить, и время, поэтому уже будет так. Слава Богу, что пришло в голову связать капюшон именно таким способом. Я нигде ни разу не встречала вот этот способ в интернете, и вообще ни разу никто никогда не показывал. И очень рада, что я делюсь с вами им, и вы будете знать вот эту фишку. Это классная фишка. Так, и еще один момент, сейчас я вам покажу. Вот давайте наизнанку посмотрите. Вот смотрите, эта часть, где у нас вот вводится крючок чуть-чуть правее. Видите, что получается, какой рисунок? Как будто бы такие галочки. Вот раз, два, три. Видите? Ну, посмотрите, вот там видно, да, какой рисуночек. Ниже, видите, если видно эти галочки, то они под углом. Они все идут с наклоном как-то влево, видите? А вот найдем границу, где у нас заканчивается низ и верх начинается разный. Вот смотрите, как вверху столбики все стоят, видите? А как внизу, под наклоном. Я думаю, вам все-все видно. Запомните вот это все. И теперь вяжем с вами седьмой ряд. В седьмом ряду мы делаем опять убавки. Смотрите, я провязала уже 4 столбика. И теперь делаю убавку через 4 столбика. Слушайте, надо придумать этим столбикам название. Они вроде бы и в раскол вяжутся, но с виду выглядят как столбики в раскол, но вяжутся чуть-чуть по-другому. Крючок чуть правее. Давайте в комментариях вместе придумаем название. Давайте каждый напишите свое название, как назвать эти столбики. А я потом, наверное, сниму отдельное видео и покажу, как их вязать. С примером. Ну, с примером какого-то изделия. В общем, смотрите, провязали 4 столбика. Сейчас убавочку сделали, пропустили 1. И опять вяжем 4 столбика. Вообще, седьмой ряд вяжется очень легко, потому что убавки здесь нужно делать через каждые 4 столбика. Провязали 4, 1 пропустили, кололи в следующий. Провязали 4, пропустили, кололи в следующий. И так до конца ряда. Поэтому седьмой ряд провяжите без меня. Так, я думаю, вам все понятно. И восьмой ряд вяжется просто без убавок. Так, ну что, посмотрите, я провязала 8 рядов и вот какой у меня получается капюшончик. Сейчас вяжем 9 ряд. И на экране я напишу вам, когда, через сколько столбиков мы делать будем убавки. У меня корзина моя уже не помещается на стол, на котором я вяжу, поэтому дальше давайте так. Я буду писать вам на экране, через сколько мы будем делать столбиков убавку. И вы будете самостоятельно уже провязывать так каждый ряд. Десятый ряд вяжем просто без убавок. Ну вот, смотрите, я провязала 11 рядов и вот сейчас начала вязать 12 ряд убавки. В 11 ряду я делала так. 3 столбика убавка, 3 убавка, 3 убавка, 2 убавка, 3 убавка, 3 убавка, 3. 12 ряд. Сейчас вот я его вяжу. Значит, вяжем так. 3 убавка, 3 убавка, 4 убавка, 3 убавка и 3 в самом конце столбика. 13 ряд нужно провязать без убавок. От начала до конца без убавок. Сейчас я это все провяжу. Вы самостоятельно эти рядочки провяжите. И потом начнем с 14 ряда дальше вязать. Ну вот, 13 рядов провязали. Видите, чуть-чуть вот эта сторона вот как бы вниз она вот вниз ее клонит и все, чуть-чуть таки клонит. Ну, поверьте, это лучший вариант, чем если бы мы вязали просто столбиками и она была бы вообще вот туда, утонула бы. А эта сторона, она чуть-чуть, видите, поднимается как бы кверху, кверху ее, видите. Ну, это особенность этого узора. Если его вязать не по кругу, а вот так вот обрывать нить, и постоянно присоединять, присоединять, в этом нету ничего удивительного. Итак, вяжем сейчас 14 ряд. Так, В общем, присоединяемся как обычно и вяжем так. 4 столбика, убавка, 1 столбик, убавка, 2 столбика, убавка, опять 1 столбик, убавка, и в конце 4 столбика. Ну, вот я закончила 14 ряд. Посмотрите, что осталось, видите, совсем немножко, надо чуть-чуть уже довязать. Так, вяжем 15 ряд. В 15-м ряду вяжем так. Значит, 2 столбика провязываем. Так, 1 пропускаем. Следующий вкалываем крючок. Так, сделали убавку. 2, убавка. Дальше 1, следующий пропускаем, вяжем аж следующий. 1, и еще 1 подряд вяжем. 2. Дальше следующий пропускаем, следующий вкалываем, вяжем 1. Опять пропускаем и вяжем в конце 2. 1, 2, вот так, все, обрезаем нитку. 16 ряд будет последний, ну, наконец-то. Так, присоединяемся. Смотрите, нужно провязать так, вот я провязываю как будто бы до столбика, но я его не довязываю до конца. Петля остается у меня вот так вот на крючке. Вводим крючок. Смотрите, один пропускаю, через один делаем убавку в следующий, через один сюда аж ввожу и как бы да, вяжу столбик. раскол. Опять я его не довязываю. Остаются такие петли на крючке. Давайте разверну рюк чуть-чуть. Снова один пропускаю, ввожу крючок в следующий, видите, вот так, хватаем нитку, вытягиваем, не довязываем. Видите, уже сколько петель, 4 на крючке. Немного неудобно, нужно натягивать, но ничего. Дальше снова пропускаем следующий, ввожу в следующий, опа, вытягиваем и в последний опять же вводим, в самый последний. Не пропускаю, уже дальше нечего пропускать, просто вводим в следующий, в последний столбик. Вот так туго идет, туго. И теперь вот эту бетлю последнюю нужно протянуть через все. Вот так, ух, раз, давай, 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 давай. Опа, вышла, видите? Так, где рабочая нитка? Вот она. Берем за кончик нитки, тянем вот так вот, потуже, потуже затягиваем. Видите, крючок плотно сидит, даже не двигается. Делаем накид и протягиваем через эту петлю. У-у-у, готово! Все, смотрите, какой у меня получился капюшончик. Ну, я вообще довольная такая, вообще довольная им. Видите, такой округленький, хорошей формы. Но намучилась, конечно, я, чтобы его высчитать, чтобы он такой был красивый. Но ничего, оно того и стоило. Теперь нужно вот этот угол, смотрите, или выровнять, чтобы его выровнять, это реально нужно, ну, начинать вязать где-то отсюда, прикреплять здесь нитку. Здесь более-менее идет ровно, а потом и оно идет вот так под наклоном сюда и сюда. и дальше здесь ровно четыре ряда, да, мы же прямо вязали без убавок. Здесь и здесь. Вот с пятого ряда где-то нужно присоединяться и столбиками без накида, полустолбиками и столбиками с накидом выравнивать вот это все. Можно попробовать так сделать. Можно ничего не делать, а просто обвязать, делая здесь такую широкую декоративную такую полоску. В принципе, если смотреть с этой стороны, то даже прикольно, да, так уголок получается такой. Значит, что будем делать с этими кончиками? По каждой из этих кончиков нам нужно спрятать. Прятать мы будем так. Давайте на одном примере покажу, как мы будем прятать, но все кончики на этой люльке. Все, все доедино. Значит, берем любой кончик, вот, например, этот. Немножко его подкартим, а то он слишком длинный. Вот, видите, как палец и еще полпальца. у меня, да? Разворачиваем эту ленту и напополам ее режем. Вот так. Раз, чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. До упора сюда. Раз. С изнанки, с изнанки вот так выворачиваем, прикрепляясь под дужку. Можете даже это делать, прятать кончики крючком потоньше, будет в 100 раз удобней. Возьмите четверку, номер 4 или 3,5. Протянули вот так одну нитку и завязываем узел. Раз, два. Все. Дальше еще раз берем эти две нитки, уже две, видите, я взяла две и протягиваю еще под одну любую дужку на изнаночной стороне. Два. Все. И еще раз где-то вот так раз сюда протянула. протянула. Вот так. Все. И обрезаем, оставляем, ну, где-то сантиметр, вставляете и обрезаете. Вот так прячьте каждый кончик. Везде вяжем узелки. Дальше, когда мы спрячем все кончики, я сейчас не буду их прятать, но потом спрячу и обвяжу. А вам сразу покажу, как будем обвязывать. Вот здесь вот присоединяемся, вот-вот здесь, видите, в первый столбик. Сбоку будет, как бы, вот эта воздушная петля, которую мы провязывали, но мы присоединяемся именно в столбик. Или можно во второй столбик, если вы хотите пошире полоску здесь. Можно и так, и так. В принципе, давайте во второй попробуем, да. Берем нитку, вкалываем, присоединяемся вот так во второй и теперь обвязываем. вытягиваем подлиннее вот так накид и провязали. Следующий столбик вот, вводим сюда крючок, вытягиваем подлиннее ниточку, видите, прям вот такую длинную-длинную провязываем вот так. Дальше следующий вот сюда вытягиваем, провязываем. Здесь внизу остается вот как бы пустота, видите, давайте ее тоже завяжем. Распустим. Методом проб и ошибок вот так вот и все вяжется. Так, вытягиваем и повторяем то же самое. и вот так вот обвязываем по всему краю нашего капюшона. Вот так вот, видите, довязываем до центра. Здесь интуитивно провязываем так же. Интуитивно будете вкалывать крючок. Я не скажу вам точно прям куда нужно вкалывать. вы интуитивно вкалываете, чтобы было главное все ровно, чтобы эта линия ровненько была красивой, шла она у вас. Вот так вот, видите, я провязала и теперь с этой стороны то же самое. Не в первый столбик, а во второй. Во второй каждый столбик сюда, сюда, сюда вкалываем и провязываем такие длинные столбики. Ну и посмотрите, вот такая красота у нас получается. Вот я довязала здесь до конца, вот сюда вот. В конце здесь нужно сделать как обычно, обрезать нитку и через петлю протянуть. И все, красота готова. Кстати, вот когда, кстати, будете прятать кончики, можно разрезать нитку, связать узелок, но саму вот эту длинную нитку, длину не обрезать, а оставить, пускай висит как бахрома. И потом, когда вот это будете обвязку вот эту делать широкую, то вот эту бахрому, я ее сейчас вот не ввязывала, а можно ее вот так прокладывать, по изнанке, да, просто вот где она, вот она, прокладываем вот так вот, это я вам показываю ближе к верху, но вот туда наизнанку прячете и ввязываете ее, чтобы она лежала. Вся вот эта нитка, все, все вот эти хвостики, все, вяжите их, вот я так делаю, и тогда вот этот край, он делается такой хороший, плотный, хорошо держит форму. Если все вот это обрезать, то тогда немножко может вот здесь прогибаться. Сейчас у меня здесь не вязана, бахрома, видите, сейчас я буду все распускать и ввязывать. И еще, как вариант, можно вязать по краю ригелин, который тоже хорошо будет держать форму. Возьмите такую трубочку ригелиновую и вяжите по всей вот этой вот линии, тоже будет хорошо. Я буду обвязывать точно так же все делать, только обвязывать вот эти хвосты. Видите, здесь все хорошо, округлая получается такая. Разверну чуть-чуть. Спереди получается такой уголочек. Так что вуаля, мы с вами молодцы, справились с такой классной работой, связали такую крутую люльку. Люлька получилась не сильно тяжелая, серьезная, она такая нормальная вовесом получилась. Конечно же, может вам больше нравятся покупные вот эти переносные такие люльки, но, знаете, этот вариант очень хорошая альтернатива покупным вот этим всем переноскам, люлькам и так далее. Кстати, еще один момент, хорошо, что я вспомнила. Вот здесь вот я вязала 4, по-моему, 4 сложения пряжи, сложила просто вот сколько здесь длина, сантиметров может 45 сложила нитку приложила вот так раз по краю и когда вязала вот этот самый широкий вот эту кайму столбики то я его просто вязала чтобы укрепить вот этот край. Он стал такой более прочный, хорошо так теперь держит форму. У меня ребенок пока игрался немножко придавил был этот капюшон, но он целый, он не пострадал. Вот, видите, кстати, я поставлю вот бобиночку видите, выдерживает спокойно. Давайте еще кота посажу на капюшон прям цирковой трюк. Ну как вам? Видите, выдерживает, чуть-чуть прогнулась уже ой, хребенюка. Видите, хорошо держит в принципе капюшон вот такой небольшой вес. Чуть-чуть уже чуть-чуть прогнулся. Ну что ж, мои дорогие друзья, я надеюсь, вам понравился мастер-класс и у вас все получилось. Если что-то непонятно, пишите, как я вам всегда говорю, я всегда открыто помогаю, кому что-то не ясно. Стараюсь находить время, хоть кому-то ответить, помочь. Делитесь этим видео в соцсетях, обязательно делитесь с вашими друзьями, подругами, мамами, бабушками, со всеми, кто хочет связать такие люльки на подарок себе, в общем, всем кому угодно. О люльке все, все сказала, все рассказала, показала. Подписывайтесь на канал, я жду вас в всех следующих мастер-классах, увидимся скоро, пока-пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok